Привет, друзья! Меня зовут Михаил, с вами Капитан Америка. Предыдущая серия была посвящена моему обзору «Строящегося дома». И она плавно перетекла в встречу с чудесным человеком по имени Виталий, который в одной серии рассказывал нам, как получить General Contractor License. Кстати, по его же советам я уже отучился, уже подаю заявку, я не помню, как называть специальную организацию, чтобы пройти тест и получить эту лицензию тоже. Вот это Виталий у нас. Всем привет! А это мой пёс, как зовут? Чакс. Чакс. Let's go! И, в общем, мы с Виталием идём сейчас просто по улице, вот в этой, как это, Канога парк. И Виталий нам как раз рассказывает про ADU-юниты, то есть, когда люди перестраивают гараж под жилое помещение, делая из этого чуть ли не неплохой бизнес, когда ты перестраиваешь один гаражик, пристраиваешь сзади ещё какое-нибудь такое же по площади жильё, и у тебя получается полноценный дом, который ты можешь сдавать. И как ты говоришь, покрывать ипотеку? Отчасти. Отчасти. Да, я купил дом, который представляет из себя отдельно стоящее здание размером 1000 square feet, что практически 100 квадратных метров, меньше 90. Чуть-чуть, да. Он сдаётся на сегодняшний день. На территории стоит отдельно стоящий гараж, который будет переделываться тоже в жилое помещение. Общий размер гаража будет почти 800 квадратных метров, то бишь 70-75. Как минимум 1 bedroom. Будет 2 bedroom, 2 bath. 2 комнаты. Kitchen будет полноценный. Будет living room. И будем всё сдавать, будем работать. Ты уже знаешь, сколько это может стоить в аренде? Я уже знаю, я уже жду. Я не могу дождаться, когда придут все пермиты из города, и мы начнём строительство. Сижу, так сказать, на кончике стула. Понятно, что тут не все стремятся рассказывать по материальной именно составляющей. Что можешь, что хочешь, что можешь сказать по поводу стоимости переоборудовать, например, по поводу аренды, которая когда там отбивается, не отбивается, что там. Всё зависит от того, как вы строите, откуда берёте средства. Я буду пользоваться своими, поэтому буду исходить из того, что у меня будет оставаться и на что у меня будет хватать средства и сил. Я не хочу делать очень бюджетно, я всё-таки хочу сделать хороший ремонт, качественный, чтобы можно было и подороже сдать, чтобы выглядело прилично, чтобы перепродать всегда можно было. Так. Задача такая, вкладываешь доллар, продаёшь полтора-два доллара с вложенных средств. То есть за доллар купил, за два с половиной продал? Ну, это в лучшем случае, если ты до этого сможешь дойти. Опять-таки всё зависит от рынка. Если он завтра рухнет, такого я не обещаю, чудес не будет. Когда пристраиваешь ADU, к сожалению, ты не сможешь продавать целую property с основными зданиями с ADU по той же цене за квадратный метр, за квадратный фут, как и основное здание. Ну, то бишь, условно, я добавлю ADU, который бы 700 квадратных square feet, я не смогу их продавать за те же деньги, которые в этой местности продают дома. Ну, там, условно, квадратный фут стоит 550 долларов. В расчёте моей рыночной стоимости или цены, которые я хочу продать ADU, я не смогу выкладывать дополнительные 800 square feet, там, 500-550 долларов. Нет, это будет намного дешевле. Потому что людям не нужно на одной территории два дома, да? То есть это же... Но это не считается домом, это всё равно считается accessory dwelling unit, то есть место, где можно жить. Технически то же самое же. Технически, да, но документально не. Но мой будет ещё иметь отдельный адрес. Да. Но единственное, что я не смогу официально разделить. Так это же вообще капец. Ну, если вы посмотрите, вокруг и везде увидите эти ADUs абсолютно везде. Например, здание справа, вот этот гараж. Видно основное здание, которое изначально стояло, маленькое. К нему справа пристроено, ну, видишь, крыша немножко. Я так понимаю, если дверь случайно поднять, то там будет стена. Там будет стена, да, Саша. А чего они её полностью не перекачивали? Да не захотели. Я понял. Это всё, хотя и многие из них сделаны без пермитов, без разрешения. Это уже нужно учить. Я делаю всё по науке, я должен сделать так, чтобы это было легально и никаких проблем не возникло. Чтобы продать можно было в случае чего. Конечно. А сколько стоят пермиты оформить? Хороший вопрос. У меня архитектор этим сам занимается. Они только мне говорят, сколько нужно заплатить. И я им даю информацию. Они оплачивают. Но на сегодняшний день мы где-то заплатили около 4000 долларов. Для пермитов ещё какие-то предстоят расходы? Или 4 это как бы... Изначально мы начали с архитектурного плана, да. Мы решили понять, что мы делаем, каким способом. Нам прислали планы, мы оплатили планы. Вам нужно было проконсультироваться с инженером. Потому что есть крыша, потому что есть другие конструкции, которые будут добавляться. И нужно знать, ну, рассчитать всё, да, канавы. После этого, после того, мы оплатили всё на свете, мы начинаем рассчитывать остальные детали. У меня это первый проект на сегодняшний день. Поэтому многих подводных камней я ещё не знаю. Дальше 6 не должно выйти, да, получается? Я не знаю, что нет. Не хотелось бы. А ты оформляешь как owner builder или на свою лицензию? Я делаю этот проект через лицензию. Следующий, который у меня есть, буду делать owner builder. То есть я, давайте, ребята, вам объясню. Если ты владеешь property, недвижимостью какой-то территории, ты можешь самостоятельно, сам, без лицензии, делать любые строительные работы. Как по закону считается, что это должен быть ты и, например, твоя жена, ручками сами работаете. Понятно, что люди, многие могут нанять там из Home Depot помощника себе, таково угодно, но оформить на своё имя, как частное лицо. Даже если ты нанимаешь работников, у тебя должна быть страховка на этих работников. Это называется workers' compensation insurance. Потому что если ты нанимаешь ребят с Home Depot, и что-то с ними случается, чтобы тебя, не дай бог, не засудили, это страховка по краю. Да. Главная идея, что если вы владеете домом и хотите в нём что-то сделать, лицензия вам не обязательно. Вот как бы то, что нужно уяснить. Вот моя пробка. С голубеньким контейнером? Да. Так, а где гараж? Гараж стоит сзади, за домом. Вот так от Лос-Анджелеса решают вопросы нехватки жилья. Переделываются гаражи, сдаются, люди живут, радуются. Всё легально, всё безопасно. Все довольны. Ты можешь сказать, сколько стоила эта покупка? Ну, я не скажу, сколько это стоило, но я могу сказать, сколько такие дома в этой эре стоят. Они начинались на тот момент времени, когда я покупал от 550. Сейчас дешевле, чем 650, невозможно. А ты, получается, купил уже с жильцом? Кто-то здесь жил, они продавали. С арендатором? Не нашли места, где жить пока ещё. Я говорю, ну, оставайтесь, поживите. Ну, платят они? Да, конечно. Тоже, если не секрет? Дома сдаются в этой местности от 2700 до... Да нету предела. До бесконечности. Я понял. 3,5 средняя. Я понял. Ну, ты, получается, я так понимаю, в кредит его взял, а не в кредит как-то вообще... Кто-то покупает за наличные. Давай, не про кого. Я, например, хотел бы... Вот я нашёл неплохой вариант. Вот соседний дом, например, неважно. Вот. У меня нет таких денег, например. Что я могу сделать? Ну, за наличные мало кто покупает, если только ты не инвестор. Уже с большим именем, с большой репутацией. Существует огромное количество программ на рынке, как можно купить свой первый дом, не первый дом. А безначальный платёж или депозит по покупке дома может быть 3%, может быть даже ноль. Сейчас есть специальные программы с ноль. Может быть 5%, может быть 10%, сколько угодно. То есть всю сумму не надо готовить. Но при этом у тебя есть ипотека, которую ты обязан платить каждый месяц. Вот. Поэтому нужно смотреть, сколько он стоит, смотреть, сколько зарабатываешь. Получить письмо от лендера. Это организация, которая дает деньги в долг данную покупку. И если тебе хватает, покупай и живи радусь. Слушай, а такой вопрос тогда. Если я сейчас, получается... То есть я уже не работаю, ушёл условно, а вместо работы. У меня есть там мой доход, который раньше был side job. А теперь я просто полноценно целыми днями занимаюсь отделками строительства. Это может как-то смутить тех людей, которые дают... Организации, которые дают деньги. Ну, они, безусловно, проверяют, работаешь ли, зарабатываешь ли. Они попросят bank statements, посмотреть историю твою, получение денежных средств. Сколько ты зарабатываешь. Посмотрят, что в прошлом году ты заработал. Согласно твоей налоговой декларации. И делают решение, принимают решение, дать тебе ипотеку или не дать. Это непростой процесс на самом деле. Но, как правило, люди, которые зарабатывают деньги, которые постоянные, и которым нечего скрывать, они получают. Есть такие вот рассказы, истории про то, что бывает, что ипотеку можно взять, и она будет дешевле, чем платёж за аренду. Это вообще... Вот в местной территории оно похоже на правду? Можно такие варианты найти? Только в случае, если дом какой-то невероятный. На сегодняшний день с коронавирусом, так как всё закрыто. То есть многие семьи хотят, чтобы был бассейн на заднем дворе. Для них это огромная удача, если они найдут такой дом. И они готовы переплачивать за аренду. Пускай, ну, гипотетически, аренда дома среднего 3000 вей. Когда у кого-то дом с бассейнами, можно за 3,5-3,6 сдать. Ну, истать. И если твоя ипотека, например, 3000 долларов в месяц, а ты сдаёшь её за 3600, получается, тебе прилипает 600 долларов. Ну, не прилипает, конечно. Каждый месяц. В зависимости от того, как ты покупаешь. На ипотеке разные бывают, но ты тебе жизнь соответствующая. Задача, естественно, задача создать источник дохода такой, чтобы он слегка оплачивал твою ипотеку. Этию – это один из вас. Он очень биобильный, может, или облик, или... Ну, ничего страшного, да. Ну что, пойдём дальше смотреть? Пошли, пойдём дальше. В следующий раз покажу сделано. А когда это будет? Очень долго занимает документальная работа. Конечно, да. Особенно из-за ковида. Мы подали документы в ноябре месяце, и мы до сих пор ждём разрешения от пожарных. Ну, у тебя ещё основная работа своя есть? Да, у меня есть основная работа. У меня есть ещё real estate license. Я продаю и помогаю людям покупать недвижимость. Чем мы только не занимаемся. Дорога Василия-Дедущая. Тут и не хило так припустил тут по дороге этой. Красава. Спасибо. Всегда, когда видишь ребят, кто приезжает из СНГ, и какие-то движения совершают, какие-то успехи достигаются, тепло на душе становится. Да, я, может быть, ещё пока так широко не шагнул, но примеры, которые я вижу, которые ребята воплощают, они дают какую-то надежду. Не то чтобы даже вдохновение, а вдохновение в жопой живет. Какая-то большая уверенность в том, что всё это реально. У вас тоже всё получится, ребята. Не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Наглядный пример того, что, кстати, будет происходить с моим помещением. Можно увидеть, что справа оригинальный гараж, ворота сохранены, есть окна. Говорит о том, что он переделан. К нему пристроено ещё примерно такого же размера здание, похоже на гараж. И всё, они это сдают, как обычный дом. Я уверен, что больше двух тысяч в месяц. Прикольно. То есть, ребята, смотрите. Ну, вот это был гараж, очевидно. Да, вот по крыше, по фейше. Вы видите, не знаю, как по-русски, вот по дощечке, которая заканчивается с крыши, а потом дальше начинается другая. Вот это всё пристроили, вот эта вся большая конструкция становится домом. С дверью я бы иначе поступил, конечно. Но, ладно, так-то так. О вкусах не спорят. Просто у кого-то их нет. А у них есть ежемесячный доход. Ну, у них есть ежемесячный доход, действительно. Кого волнует мой вкус, если ребята по несколько тысяч долларов получают просто с гаража своего. К примеру, человек какой-нибудь построил ADU-юнит в гараже без пермитов. Ну, так. Можно как-то это легализовать после? Теоретически, да. Часто строят, переделывают, действительно. И многие люди делают с умом, соблюдая все предписания, все требования. И в дальнейшем, в перспективе, проблем легализовать таких больших, с какими сталкиваются люди, которые тяп-ляп делали, они с такими не встречаются. Да, всё равно приходится что-то сносить, открывать стены, показать, что всё сделано с умом и правильно. Ну, это такие минимальные ремонты. А есть, когда люди строят, сдают, потом случайно, каким-то образом приезжают. Инспекция, город, проверяют и говорят, срочно закрывайте, всё, взрывайте, показывайте, как это сделано, если вы хотите, чтобы кто-то там жил. И всё, ничего не проделали. И сейчас, вот, насколько я знаю, низкие рейты на покупку жилья. Да, совершенно верно. Самые низкие за последние, никто не знает, сколько десятилетий. Многие мои знакомые получали 2.7, 2.8 interest rates. А при каком даунпейнете? Это 3-3,5-5 процентов. Ага, офигеть. Но при этом ещё стоимость сама растёт, да? Стоимость растёт невероятно. За последний год мы видели дома, которые выставляются за 600 тысяч и продаются за 700, за 740. Много раз. Потому что у них есть потенциал, потому что стоит отдельный гараж, гараж может переделаться, увеличится рыночная стоимость. Ну, понятно. Плюс доход можно хороший получать, сдавая и гараж, переделанный гараж, и дом. Люди пользуются этой возможностью, почему нет? Так, надо срочно покупать дом. Надо было это сделать, пока не уволился. А сейчас неудобно получится. Придумаем что-нибудь. В английском языке есть такая поговорка, что ли, или народная мудрость. If you think you can, and if you think you can't, you're right. Для тех, кто не в курсе, если ты уверен, что получится, либо если ты уверен, что не получится. В обоих случаях ты прав. Кстати, да, вот вопрос. Гаражи бывают пристроенные, бывают непристроенные. Инвестиционная ценность как-то меняется от этого? Тот, который не пристроен намного привлекательнее, потому что у тебя есть ощущение, что ты в доме живешь. Да, и как правило, ты можешь участок так поделить, что у каждого будет еще своя территория. Но это для аренды. Да. Но если ты, например, перестроил гараж пристроенный, то для продажи это же будет как часть дома уже. Не смотря, как ты его легализуешь. Ага. Честно скажу, на сегодняшний день с такими запросами на недвижимость, с таким огромным желанием купить, что люди вообще ни на что не смотрят, они пытаются лишь бы что-то ухватить. То есть такая война на рынке с ума сойти. И никто там не смотрит разрешенное, неразрешенное, лишь бы взять. Потому что interest rates, проценты ипотеки очень низкие, исторически низкие, поэтому нужно срочно что-то покупать. Интересное время сейчас. Несмотря на то, что все говорят кризис, что-то коронавирус, люди скупают дома. Ребята, то, что показывают по телеку, не всегда обязательно правда. Значит, везет мне на друзей с мерседесами. Так, разговор с Италием затянулся гораздо больше, чем я ожидал. Мы ничего давно не виделись. Время уже 11 доходит вечера. Если вы еще не подписались, подписывайтесь, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, чтобы не пропустить новые серии интересных и полезных. А так, ну что, поблагодарим Виталия за его открытость, откровенность. Не так много людей, которые добились интересных результатов, готовы этим поделиться вот так откровенно и спокойно. Грубо говоря, в обычной беседе раскрывать бизнес-планы практически. Инстаграм, телеграм-канал, подписывайтесь туда. Там я тоже добавляю иногда сториз, какие-нибудь моменты по жизни, без обработки, без монтажа. А пока ночной Лос-Анджелес. Сегодня буду еще слаще спать. Субтитры сделал DimaTorzok